Всем привет! Сегодня мы приехали с вами на рыбалку, где мы с вами порыбачим на карпа. Здесь есть банный комплекс, есть ресторан, кафе, очень много всего-всего интересного. А приехали мы в чистые пруды Суроватиха. Продолжение следует... Все, ребят, встретил нас заместитель директора. Маш, привет! Привет! Ну, как дела у вас тут? Все стабильно, много гостей, много рыбаков, много пойманной рыбы. Наконец-то наступило тепло, солнышко греет, карасики собираются на нерест, щука вроде как отнерестилась. Ну, как вообще клев? Рыба проснулась? Да, конечно, несомненно, рыба проснулась. Во-первых, тут и похолодания были, да, определенный снег шел, рыба была в шоке, чайки в шоке, даже куда-то временно пропали. Но, тем не менее, рыбаки с рыбой, рыбаки счастливые, довольные, много трофейных экземпляров уже поймано, отпущено. Вот, например, сегодня ребята съезжали с Щучьего озера, на 7 килограмм карпа поймали. И зеркальные обычные? Не могу сказать, не видела лично, но я думаю, что отличный улов получен на своя скидочная карта, скидочный купон. А, то есть они отпустили рыбу, показали, зафиксировали? Конечно, конечно, отпустили, это было рано утром, в 3, по-моему, утра у них была поклевка. Ребята счастливые, довольные, поехали домой. А, то есть с администрации еще можно и ночью звонить? Конечно, администратор круглосуточный, всегда, ну, если не уверены, да, в своих силах, что там сами сфотографируете, сами правильно выпустите, то в любом случае позвоните администратору, администратор подъедет. Так, мы сегодня где, на ВИПе рыбачим? Да, сегодня вы рыбачите на ВИПе, вот. Ну, что у нас тут? У нас тут все как обычно, да, то есть мы, скорее всего, будем пробовать мель, я так думаю. Вот, попробуем на мели, потому что, мне кажется, сейчас вода еще все равно холодная, и рыба все равно к берегу ближе выходит. Будем пробовать там, ребят, рыбачить, посмотрим, что вообще будет. Считай, мы на двое суток сюда приехали, будем закармливаться корабликом, посмотрим, промыркилюзи, промыркируюсь, я посмотрю, где точки какие. Ну, здесь как дно? Здесь песка много? Ну, здесь, наверное, больше илистое дно. Илистое дно, да, в основном. Ну, тогда попробуем, ребят, что-то с поп-апами, я думаю, насадить, потому что, чтобы немножечко, вот, когда поднималась наживка, вот как-то так. Что еще? По поводу температуры воды, да, у нас есть, соответственно, ответственные люди, которые занимаются рыбой, это рыбовод, температуру воды замеряли буквально пару дней назад, она 15 градусов. То есть, соответственно, вода с каждым днем все становится теплее и теплее. Если там неделю назад она была 12-11 градусов, то сейчас она 15, я думаю, что, как бы, рыба должна уже более активной быть в этой фазе. Как у вас комплекс сейчас, все функционирует уже на данный момент? Да, конечно, комплекс открыт полностью, обработка антиклещевая также прошла, соответственно, уже нет в таком большом количестве нашествия клещей. Работает все, готовимся к открытию зоны комфорта, это пляжная зона нашей. Пока вот смотрим, как у нас погодные условия, тепло. Вообще, когда люди начинают купаться, вот уже что по комфорте? Ну, я думаю, что где-то с середины июня, это все сейчас же, видите, у нас погода такая непонятная, да? Год на год не приходится. Год на год не приходится, если сейчас 15, там 20 градусов, то завтра может быть 5 и со снегом. Поэтому я думаю, что вот стабильно два года подряд мы открываем пляж вот в полном объеме, где-то 9-10 июня. Пляжная это у нас на Щучьем, да? Да, пляжная зона у нас на Щучьем озере. Но там сделано, наверное, так, что рыбакам не мешает это. Нет, конечно, она в данном случае у нас огороженная зона, то есть там прямо забор, там белый песочек, соответственно, грибочки, лежаки, бар и так далее. Так, а если человек просто хочет приехать пожарить шашлык, искупаться, вот что ему делать, как оплатить вообще? Ну, человек заходит к администратору, узнает по наличию свободной беседки, в данном случае беседку для того, чтобы пожарить шашлык, мы берем на Вип-озере, потому что на Щучьем озере, к сожалению, у нас только беседки с домами. Вот, чтобы искупаться, приходит на пляж, администратор пляжной зоны, зоны комфорта, соответственно, показывает прайс, который есть, да, за вход на территорию, если хотите с лежаками, окей, будет вам с лежаком с полоте. Да, причем у нас есть как бы два вида, можно просто зайти на пляж, вот у вас приехал 10 человек, то есть все 10 человек заходят на пляж, не берут ни лежак, ни полотенце, просто привозят свое, да, и там на песочке аккуратненько расстилают, с каждого человека 150 рублей за вход. Да, если гость захотел взять лежак-зонтик, соответственно, лежак плюс полотенце, это идет на одного гостя 250 рублей, если комплекс 500 и так далее. Маша, скажи, пожалуйста, я так понимаю, там банный комплекс недалеко находится, именно от пляжной зоны? А на противоположной стороне. А, то есть озеро тоже, но просто другая сторона? Да, да, на противоположной стороне. Маша, это у нас детская площадка, да, я так понимаю? Да. Часто вообще приезжают по улице и спросом она? Конечно, очень много семей едут непосредственно с детьми, да, и родители могут, например, вот в беседочке, здесь рядом есть беседка, да, пожарить мясо, отдохнуть, дети под присмотром на глазах, в любом случае у нас здесь. Есть камера онлайн, которая показывает, да, все в онлайн-режиме, на сайте. Она прям смотрит на площадку. Да, она прям смотрит на площадку, на озеро, то есть тут все видно в любом случае. Ну и деток тут, особенно в выходные дни, хоть отбавляю, вот сейчас начнутся каникулы, да, с июня, и все детки начнут здесь скапливаться, поэтому вот мини-ворота им поставили под футбол, чтобы они смогли мяч здесь погонять и так далее. Это горка зимой только, да, функционирует? И летом дети катаются вообще, как бы им без разницы, когда кататься, когда прыгать и бегать, они тут постоянно и зимой, и летом. То есть с детьми прям спокойно? Конечно, с детьми спокойно, пожалуйста, велосипеды в прокат детский, есть трехколесные, есть двухколесные с дополнительными колесами. Да, конечно, самокат есть, есть электромобиль, есть квадромобиль, ну вот электрический, то есть для детей, в принципе, я думаю, что детям можно найти, чем заняться. Периодически устраиваем какие-то мастер-классы в кафе, на которые ходят дети, да, там свечи варим, еще что-то делаем, там всякие пряники, ну периодически такие мероприятия организуем. Не бойтесь приезжать сюда всей семьей, здесь именно семейный отдых, вот именно випы и щучья, это семейный отдых, я уже повторюсь, как говорил до этого в предыдущих роликах, здесь можно прям приезжать с семьей, потому что далеко не каждый водоем заточен под семейный отдых, потому что проблемно вообще на природе создать какой-то комфорт, здесь он есть. Как мы и говорили, то есть четвертое-пятое Карташиха для спортивной ловли, для любителей порыбачить, а сюда прям для отдыха, потом спасибо скажете, честно, приезжайте. Мы с тобой непосредственно к кафе уже, да, подходим? Да, мы подходим к кафе Трипискаря, кафе у нас на территории в данном момент только одно пока, это находится оно на Випозеро, здесь можно организовать комплексное питание, можно всей семьей прийти позавтракать, пообедать, поужинать, также мы осуществляем доставку горячих обедов на все озера, то есть по желанию здесь можно связаться с администратором кафе и заказать. Ребят, непосредственно пришли в само кафе, Маша, скажи, что у нас по меню вообще здесь? Ну, у нас есть комплексное питание, это, например, завтраки, обеды, ужины, цены достаточно демократичные, да, если мы берем завтрак, то это в среднем 250 рублей, завтрак у нас с 8 до 10, в завтрак входит первое блюдо, это непосредственно каша, то есть у нас нет какого-то специального меню по завтракам, есть меню дня, то есть это каша, второе блюдо, это могут быть сырники, блины, оладьи, тоже по меню дня, третий это десерт, это либо йогурт мы даем, да, либо какие-то сырки глазированные, да, ну и напиток, соответственно, чай, кофе, какао, это на выбор. По обеду, обеды цены тоже достаточно демократичные, 500 рублей обед у нас стоит, первое блюдо, второе блюдо горячее, салат, напиток, ну и ужины, 450 рублей у нас ужин стоит, и там, соответственно, также салат, горячее, напиток, выпечка, выпечку делают девочки сами, повара, то есть все успевает вовремя. Рыбу сколько стоит пожарить, вы говорили, здесь ее почистить, пожарить? Вот поймала я карпа, например, хочу его приготовить, дальше какие у меня действия? Ну, вы приходите сюда, оплачиваете, в среднем это 2000 рублей стоит почистить и приготовить карпа, также можно приготовить не только карпа, но и форель, форель у нас есть свежемороженая, соответственно, это наша форель, да, мы ее замораживаем, то есть она уже, в принципе, чищенная, вам ее приготовят по нашим рецептам. Спросом пользуетесь? Конечно, конечно, очень много жиропаков, которым лень, просто лень, соответственно, они приходят в кафе и просят здесь приготовить. Это у нас меню уже заказное, да? Да, меню заказное, так как у нас комплексное питание по определенному времени, если вот я сказала завтрак у нас с 8 до 10, обед у нас с 12 до 2 и ужин у нас с 5 до 7, то когда вы приходите вне, время вне комплекса, у нас уже есть заказное меню, в котором также вы можете покушать, заказать все, что желаете. Например, если смотрим, ну, в меню, да, там у нас есть раздел лепим-варим, мы сами делаем пельмени, сами делаем вареники. Пельмени из какого мяса? Куриные, разные? Ну, детские это куриные, соответственно, да, пельмени русские это свининговядьмы. По поводу банкетов, ты говорила, что здесь есть банкеты? Да, конечно. Мы берем заказы на банкеты, банкеты, если небольшие компании, до 25-30 человек, можно организовать здесь в кафе, вне зависимости от сезона, если это зима, здесь тепло, если это лето, есть кондиционер, здесь будет прохладно. Если более 30 человек, то, пожалуйста, к услугам шатер, соответственно, мы и там можем все организовать. В среднем у нас по банкету есть минимальный заказ, это 2200 рублей с человека, алкоголь, торт можно принести с собой. Ребят, Мария отошла у нас пока за кофе, что хочется вам сказать? Хотел бы вам напомнить, что вы подписывались на канал, на мой канал, у нас очень много интересного, такой формат интересный снимаем. Подписывались на ВК сообщества Чистые пруды, ссылка вся будет в описании, подписывались на их канал на ютубе. И не забывайте, по промокоду Лесной Кочевник у вас здесь скидка 10% на рыбалку. Здесь идут навстречу, готовы сделать скидку, так что приезжайте. У нас и кофе. Свежесваренный кофе. Да, да, да. Мария, что хотела бы спросить, что здесь запрещено вообще в самом кафе? То есть музыка, я так понимаю, по ограниченному времени? Да, музыка у нас до 10, то есть все равно есть режим тишины, он в любом случае есть везде, поэтому мы после 10 просим убавить децибелы немножечко, чтобы это не было слышно с того берега, а чисто вот компании, которая здесь отдыхает, да, соответственно, это может и в шатре также убавляем музыку, и в кафе, ну, то есть туда определенного, чтобы мы могли и танцевать, но и не мешать никому. Все-таки в кафе закрытое помещение, поэтому тут можно чуть погромче, да. Ну и запрещаем пускать салюты на территории клуба, потому что немножечко это шумно и мешает нашим рыбакам и нашей рыбе. То есть, несмотря на комфорт, на какие-то мероприятия, все-таки отрасль рыбалки не страдает? Ну, нет, в данном случае она не страдает, то есть есть, конечно, в любом случае есть те рыбаки, которым мешает все, но имеем то, что имеем. В общей массе людям все нравится. Да, в общей массе людям все нравится. Спасибо. Ну что, сегодня вы будете размещаться на Вип-озере во втором доме. Дом у нас шестиместный, дополнительно можно здесь плюс два человека, то есть полностью размещение для шестерых и для двух людей. Можно предоставить, например, раскладушки, так как места оплачены, либо есть второй ярус, мы его так называем, второй этаж, так скажем. Вот, очень прикольно, очень нравится здесь семьям с детьми, именно потому что на втором этаже можно матрасики, можно на небо посмотреть и так далее. Стоимость у вас какая? Стоимость здесь 5400. Вот, соответственно, дом места по 500 рублей. Ну, здесь, собственно, располагаются у нас три комнаты, две из них спальня, одна гостиная, где, как видим, стол, диван. То есть, соответственно, это вот два места, да, и две спальни в каждой спальне. Двуспальная кровать в одной спальне, в другой две полутора спальные кровати. Интернет есть, то есть у нас есть поставщики интернета. Холодильник, чайник, в принципе, все необходимое для дома РПК. Тоже все включено, то есть отопление, если холодно? Да, конечно, в каждой комнате висит отопительный прибор, то есть этого достаточно для того, чтобы отопить дом и в холодную погоду. Так, а двухместный отличается только просто комнатами? Ну, тем, что двухместный, он все-таки состоит из одной комнаты, в комнате две полутораспальные кровати, также стол, стулья, чайник, холодильник, отопительный прибор. То есть для рыбака прям вот все самое необходимое. Все аналогично, просто по кубатуре меньше? Конечно. Меньше просто кровати? Конечно, да. А вообще все домики в комплексе сделаны вот такие? То есть каких-то премиальных коттеджей нет? Именно домов рыбаков нет, но есть всесезонные два коттеджа, которые находятся на противоположной стороне, на Випозере. А, то есть там уже прям формат такой отдыха идет? Конечно, там целостный отдых, то есть там и центральное отопление, соответственно, душ, туалет, все в коттедже находится, есть небольшая веранда, хоть у моего лета можно выйти там чай попить и так далее, там кухня есть своя, ну то есть уже такой премиум класс, так скажем. Все, спасибо, будем начинать рыбалку. Начинайте. Ребят, Мария уехала, у нее дела, мы уже, собственно, приступаем к рыбалке, к самому интересному, я надеюсь, клевого у нас будет много, вот такие вот карпы у нас будут, подготовили мы очень много всего, очень много всякой оснастки, закорм сегодня буду производить с кораблика, сначала с кораблика, дальше посмотрим, может быть, потом на ракету перейду, кораблик я взял в аренду у них, у них можно брать, вот, взял на сутки, а так как мы здесь двое суток, посмотрим, либо потом на вторые возьму, либо просто уже ракеты будут закармливаться, сегодня просто неохота мне закармливаться ракетой, долго это все. По оснастке, по оснастке обычная волосяная оснастка у нас, через клипсу, папа-мама, фиксированная кормушка. Для кормушек сделал сыпучку, что у нас по сыпучке, она будет у нас для федеров и для кормушек, которые на основных будут, на карповых стоять удилищ. Тут сыпучка идет обычная, дунаевская, она идет с базой, то есть иногда попадаются гранулы вот такие вот, дальше идут зерна конопли, и все это залито аромовской, карповой аромой, вот, то есть это у нас получается, там груша идет, в кислинку отдают, опять же, темные цвета и кислинка на холодную воду. Если я бойлы сейчас все равно буду сладкие добавлять, то самый основной корм я все-таки все-таки на кислое пока сделал, то есть здесь вот и кукуруза идет, нравится мне дунаевская база, у них вот такая фракция идет хорошая, вот. Як пахнет, ребята, вам бы почувствовать, я сам бы ел, сколько всего для рыбы делаем, сами такое не едим. Дальше, дальше у нас идет чисто корм, тут корм крупнофракционный, только крупная фракция, у нас здесь идет пелец, вот такой в гранулах, у нас тут здесь бойло, бойло, наверное, четырех видов, четырех видов, это тигровый орех, вот идет ваниль идет, идет манго, тут и фрути, вот, и кукуруза, и также зерна конопли, то есть вот так вот это все выглядит, достаточно очень крупная-крупная фракция, травинка попала, вот. Посмотрим тоже, пахнет достаточно так вкусно, но вкус он тоже такой нейтральный, нету прям сладости, пока не хочу я сладость добавлять, все-таки у нас еще 20 мая, вода у нас еще холодная. Что у нас по насадкам? Тут червя-опарыш по классике, кукуруза есть вот такая вот насадочная в коноплином масле, кукуруза есть вот такая, которая светится в темноте, дальше бойло, бойло различных бойлов много, линейка вандавов, линейка карпхауса, карпхауса вообще много, линейка карпфуд, чуть-чуть немножко есть от Леон Бейтс, чуть-чуть от Фура попапы есть, вот. Вот понравились мне карпхаусные попапы новые, выглядят они вот так вот, то есть они двухцветные такие, кислые прям, цвета у них очень кислые. Посмотрим, вот, и они все таких форм, а еще у них форма чуть-чуть другая есть. Вот купил их, будем на них тоже пробовать, вот. Они такие уже вытянутые, но вот это уже варенки. А круглые, которые я вам показываю, это именно попапчики. Ну, попробуем так, попробуем еще, как Петр Миненко советует сделать, грубо говоря, идет кукурузина, либо тигровый орех, потом идет попап, срезанный с двух сторон, и опять кукурузина. То есть зерновая с попапом, тоже интересная оснастка, я посмотрел, у него на соревнованиях он даже ими пользуется. Вот, а Петра мы уважаем, он человек грамотный, много карпов приловим, попробуем тоже такую сделать. Также, также сыпучка от Дунаева, вот, арома-порошок, вот так вот он выглядит. Тоже буду добавлять в кормушки, но ее добавлять надо пробками, то есть буду пробками добавлять, если на случай клевать не будет. Есть также две аромы, арома от Фидер Концепта и арома от Ольвейки, вот, тоже карп, карп-карась. Посмотрим, пока я их не буду добавлять ни во что, если клевого не будет, уже будем как-то, ребята, экспериментировать, что-то думать, что-то смотреть. Еще раз говорю, приехали на два дня, времени у нас много, на сама, кстати, мне кто-то сказал, что самов ловят на бойлы слевовые, крупные. Вот мы такие, не знаю, правда, неправда, я по-сому рыбак неграмотный, мало рыбачил на него. Ну попробуем, они бойлы 18, крупные, посмотрим, здесь на ВИПе много сама у них, и самые попадаются крупные, по 40 килограмм здесь люди доставали. Тоже проверим. Ну, вот эти ближайшие два дня все покажут. А мы начинаем сейчас выставлять удочки. Ну, господа, сейчас пожарим шлычок. Здесь у нас свининка, курочка там еще замаринованная. Вот, закатик у нас уже не малиновый, правда, но все равно красиво. Выбирайте почаще на природу. Даже вот сегодня мы еще пока и не рыбачили, очень много времени туда-сюда, бегаем, для вас красивые кадры снимаем. Ну, ничего страшного, рыбалка вся будет завтра. Так что мы вообще не отчаиваемся, не расстраиваемся. Сейчас покушаем, мы уже будем закидываться. Как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова у кого утро всех добрым утром настроение у нас огонь что у нас значит получилось по ночи покушали мы шашлык дальше не стал ничего снимать закинул просто удочки с кормушка без закорма была одна поклевка один небольшой паровозик все оснастку рыбы выплюнула хотя крючок острый больше поклевок за ночь не было поставил поплавочную удочку вот эту вот еще одну так просто ночью посмотреть клюет ну клюнул вот окушок один небольшой и плотвичка небольшая клюнула но сейчас утром проснулся промаркерил все три удилища находится на дистанции 40 метров везде был закорм крупными бойлами которые вам показывал и поставил три оснастки крайне лево у меня поп-ап ананас двумя кукурузинами зерновая с поп-апом как миненко советовал попробовали его оснастку посередине у меня идет тигровый орех с поп-апом клюквы и крайне правое у меня там идет краб он оранжевого цвета как раз как прикормка как и бойлы оранжевые на каждую точку по 4 ракеты выкинул снимать это уже не стал чтобы воды много не было посмотрим ребят будем сейчас смотреть думать будем пытаться искать рыбу потому что тепло уже сейчас уже буду куртку снимает достаточно время у нас 6 утра солнце уже встало вот как-то так продолжаем рыбалку сегодня у нас целый день впереди завтра еще утро ночь впереди я думаю должна себя рыба за сегодня проявить мой прогноз что начнет наклевать ближе к обеду и часов до 6 должен быть клев вечера есть ребят поклевочки небольшой карпик не успели просто заснять ну-ка ну-ка потом а зеркальный так сейчас пацак возьму я дождь у нас пошел время три часа дня до этого вообще не было ничего ни одной поклевки уже сутки просидели и вот дождь видимо спровоцировал рыбу давай давай иди сюда он за нижнюю губу тихо тихо мой хороший иди сюда да не не сейчас я вытащил опа все есть ребят обрыбились мы вот такой зеркальный карпуша небольшой подки ложных даже килограмма тут не будет только сейчас думали что делать надо менять в оснастке уже закармливался и ракеты закармливался там и тут пытался там пытался ничего вообще не хочет она до конца нормально рыба не хочет нормально клевать ну вот одного все-таки выбили слава богу заснимите-ка смотрите как за нижнюю губу все как положено а ну-ка вот так вот бойло моллюск и поп-ап манго чтоб приподнимал такая красивая рыба такой зеркальный пока в садок положим для отчета в конце посмотрим будем забирать нет конечно рассчитываем на более крупного карпа но все равно почин есть сезон весенний 24 года открыт так что продолжаем рыбачить ребят я думаю еще половим но ребят начинаем сейчас готовку хочу сегодня сготовить по-флотски зажарки из мяса из фарша говяжьего и сделать салат с тунцом прикольный салат делается очень быстро очень вкусный питательный достаточно калорийный ну для зажарки чем у сейчас луковичку порежем вот так вот и натрем кто-то конечно жарит прям кольцами ужаривают лук я лучше накрою так вот это вот нам не надо мы отложим как-то так вот получается я думаю половины луковицы нам хватит раскручу газовую конфорку мушкара правда одолела но зато видите после дождика хоть поклевка пошла я думаю наловим мы сейчас масло начнет потихонечку закипать будем уже добавлять лук не стал много брать фарша взял одну подложку 400 грамм пачку макарон нас здесь три человека нам хватит покушать а потом еще пельмени и злосятины отварим ближе к вечеру тоже сниму вот так вот лук прям пропорционально раскидываем луковица большая поэтому половиночку хватит больше не буду ли ну хочется отметить ребят вот все-таки можно ли пользу ли находимся и выпуск про випозера как говорила мария в интервью можете посмотреть что здесь первую очередь комфорт да я полностью согласен во первых ночью очень тихо никто не кричит музыка громко нигде не орет везде идут фонари звук очень ну так как сказать прям звук природы вы можете все спокойно слышать любые мелочи то есть пром отдыхаешь здесь фонари свет на противоположной стороне даже водоем освещается при хорошей погоде вот беседка вот беседки надо отдать должное потому что очень большие капитальные здесь беседки строят особенно на шестиместные домики есть про можно человек 20 сидеть здесь можно и корпоративы справлять то есть прям спокойные дни рождения на природе на берегу очень-очень хорошо ребят не пожалеете если вы в первую очередь хотите отдохнуть мы-то все озера будем обозревать нам интересно везде порыбачить посмотреть попробовать вот вип вот сутки я уже здесь провел вип-озер это комфорт сто процентов комфорт то есть домики очень хорошие вы видели уже в этом выпуске домики и тепло и интернет можете подключить у 300 рублей интернет стоит за сутки ну здесь летает вай-фай просто ну как бы на 6 человек на сколько там 50 рублей интернет это ни о чем поверьте комфорт здесь здесь все-таки я бы семейный отдых с детьми женой приехал самое то ребят про мне пожалеете поверьте мне чуть-чуть честно еще я лук соль добавляю самого начала немножко не знаю кто так делает делать мы делаем так всегда у нас еще больше поджарится золотистой корочки и уже будем кидать в фарш главное постоянно помешивать чтобы и лук и фарш как бы в движении был постоянно не подгорало ничего фарш исключительно говяжий я люблю именно с макаронами если по-плотски делать мне свиной не нравится жирновато получается а говяжий он такой более постный и получается вкуснее я рекомендую говяжий вот он у нас хорошо уже пожарился сейчас еще чуть-чуть еще маслица я добавлю ребят конечно лук еще можно нарезать мелко ну блин я особо про мелко не умею нарезать лук потом он когда фарша получается большими кусочками на зубах неприятно бывает и за это я лучше рекомендую его натереть на тёрке тем более вот такие тёрки продаются походные маленькие с отсеком сразу они очень удобные на природе и в лесу там грибы из картошка сделать еще что-то натереть там сразу удобно я думаю сейчас уже можно будет добавлять мясо фаршик оба сейчас берем и место на судаке на пачку макарон вполне достаточно 400 грамм фарша 400 грамм выше крыши макарон 450 он как раз ужарится будет прям хорошо чуть-чуть попозже мы добавим водички и томатной пасты и мясо отдаст и лук отдаст воду какое-то время они в собственном соку будут жариться вот видите вода уже идет я думаю минут 15-20 и будем уже добавлять томатную пасту так ребят сейчас чуть-чуть добавим водички прям чуть-чуть я обычно это как делаю сейчас так и сделаем так будет удобнее берем глубокую тарелку лучше стакан на кухне дома делайте берите стакан наливаете сюда водички немного открываете томатную пасту чуть-чуть воздух надо и вытер он открылся беру ложечку огонь чуть-чуть поменьше пока сделаем беру ложку томатной пасты и размешиваю размешиваю вот так вот в воде и уже эту воду добавляем мне так удобнее размешали и добавляем добавляем на жарку помешиваю мы конечно в конце еще тоже будем солить потому что все равно макароны они забирают постоянно интенсивно помешиваем чтобы не пригорало хорошо здесь ребят приезжайте сюда приезжайте в чистые пруды поверьте спасибо потом скажет ну сюда и так много ездить здесь выходные отбоя нет кто в нижегородской области рыбак любит кто платные озера любит карпишем занимается все сюда приезжают и все рыбачат и все знают это место пусть потомится еще минут 15 потом попробуем на вкус все ребят зажарка он практически готова уже сейчас еще буквально пару минуточек и будем ставить макароны чуть-чуть оставляю я воды чтоб как сок еще был чтобы макароны пробыли соусе так так заливаем сюда водичку водичку нас кипятили заранее чуть-чуть ошпарить кастрюльку продезинфицировать сейчас долью водички просто она у нас побыстрее скипит макароны готовить рассказывать не буду я думаю все знают раковки максу взяли обычную в конце после готовки их промыть желательно чтобы они не слепались ну и соль по вкусу ничего умного знать не надо все вода у нас пока кипит я сейчас побольше сделаю а мы сейчас с вами будем пока салат делать салат очень простой у меня правда не хватает одного ингредиента когда я добавляю зелень сюда то есть там рукколу добавляю там бывают продаются зелень 4 в 1 спаре вот это тоже можно будет сюда добавить а так что мы режем огурчики буду резать немножко потому что пиалок нет больших вот на такой вам покажу а потом уже подготовлено вот огурчик обычно режем нарезаем его вот так вот дольками нож кстати предоставил мне владимир масленников большое ему спасибо интервью с ним с его канала есть уже у нас на канале у него производство ножей сталь здесь d2 аналог х12мф только импортный прорезинная рукоятка вот такой хват очень удобный он и как шкуросъемник работает и спокойно им режет и по грибы можно сходить нож хороший у него производство русский булат обращайтесь за ножами к нему ребят не пожалеете человек очень практичный говорит всегда только правду у него именно ножи не для красоты а те ножи которые будут долго у вас работать и приносить вам радость ну так же берем помидорку этот салат называю 5 минут он делается очень быстро видите как помидорку он даже режет причем ножик не новый нож хороший мне нравится порезали ну и дальше а дальше все просто даже иногда масло не добавлять не надо он есть тунца просто вот этот тунец в собственном соку за это маслом и сольем ну не масло а воду а так они бывают масло и даже можно этим же маслом заправить салат добавляем банку тунца тунец я рекомендую брать фортуну просто не было в магазине этого тунца взяли вот этот фортуна мне больше нравится фирма такая и добавляем кукурузу кукурузу тоже бандюэль рекомендую она у меня где-то там лежит ничего страшного добавим вот этой но она бандюэль повкуснее конечно пол баночки добавим и наши овощи сюда наши овощи добавляем соль кому если надо еще масло и очень вкусный салат получается ну и зелень про которую я вам говорил которой у меня нету сейчас 4 в 1 лучше мне зелень нравится так вот посолили и так сейчас я возьму вилочку и помешаю такой ребят это не для красоты такой просто питательный вкусный салат на природе на рыбалке там на охоте взял с собой консерву тунца банк кукурузы полугурца пол помидора очень вкусный салат делается 5 минут у нас вода еще закипеть не успела салат уже готов объедение прям поверьте о ребята бегите прямо сейчас на кухню и делать такой салат очень вкусно макароны у нас уже почти готовы сейчас по-быстрому сделаем салат огурец помидор сметаны так на скорую руку сейчас будем сливать воду промывать макароны добавим зажарку сейчас ее опять на огонь поставим на 2 минутки чтобы она хоть горячая была и все все добавлять досаливать и кушать как-то так так что не ленитесь готовить на природе это всегда с кайфом и очень вкусно так ребят зажарку опять подогрели все макароны у нас промыть и просто добавляем все это сюда добавляем коворотку лучше сразу я рекомендую замочить чуть-чуть а потом отмывать долго будете так газ мы с вами выкручиваем ну и все все это размешиваем вот видите я говорю то есть 400 грамм фарша больше не надо многие берут много и получается прям уже не по-плоцки а одно мясо а тут так нормально чуть-чуть еще давайте с вами свалим чуть-чуть вот так вот и все вот как-то так сейчас будем ходить ребят и продолжаем нашу рыбалку не беги я наверное даже без подсака его сейчас выключу ну-ка 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 еще один ребят плюнул на те же самые бойлы так же за нижнюю губу ну подожди ты сейчас в садок пойдешь вот такой вот карпуша на этот раз уже чешуйчатый ну-ка еще поставь угу что-то у них чешуя правда вот чуть ободранная и круто вроде они уже отметали ладно есть уже две рыбки ну ребят время уже шесть доходит вот такие вот попадаются даже не снимаем уже вот пятый наверное он уже небольшие карпики зеркальный второй там три чешуйчатых сейчас что будем делать вот там вот заводь есть попробуем на заводе здесь оставлю карповые у меня все равно пульт с собой я услышу если будут поклевки вот это не проблема рыбу я услышу там заводе ловилось очень хорошо до этого ловили да и в принципе мы же что сюда приехали изучать водоем ну с самого утра вот на этом мостике были на соседнем там плохо брало потом я сюда перешел здесь уже поинтереснее ничего брало начало брать пять штучек поймали но хочу я все таки у меня еще два фидера с собой фидера туда в заводь поставить и посмотреть там порыбачить посмотреть какой там рельеф там коряжник мне кажется там сейчас пока интересней по теплой воде то и здесь я уверена будет пушка прям ну по холодной я все таки туда пока уйду здесь сейчас заряжу также оставлю бойл оставлю моллюску который клевал клубника в воде сработало и здесь ананас у меня ананас купаточек и база тоже логаника вот оставлю пусть три удочки все равно будут в ночь перекинул а туда сейчас чисто попробую сладость коряжник дать потому что мне кажется он сейчас там сладость кушает посмотрим сейчас уже там включимся там раскидаю фидера вот такая у нас трудовая сегодня рыбалка ну этим она и интересна потому что помимо труда здесь комфортно все есть душ есть горячий мы ходили сполоснулись так что у нас еще здесь сутки продолжаем рыбачить искать рыбу и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, наступило у нас утро, время у нас в 7 доходит. Заводь там тоже не дала успехов, там был тычок один, и все на этом закончилось. Все-таки пока рыбе тяжело, еще вода холодная, еще не такая она активная. Но перетащил я сюда фидер, на этот же мостик, три карповых, фидер здесь. Что хочется сказать? Сейчас к нам еще подойдет сегодня сотрудник, расскажет про кораблики, посмотрим, возьмем у него тоже интервью. Все-таки мы сюда приехали в первую очередь посмотреть именно отдых на ВИП-прудах, на ВИП-пруде, вот именно на этом. То есть это у них позиционируется как, в первую очередь, комфортабельный отдых, потом уже рыбалка. Ну что хочется сказать за отдых? Отдых здесь шикарный, здесь все есть, видео показали все. И домики шикарные, и тепло в домиках, и тишина соблюдается. Нет здесь такого, что есть гульба, не тот, не дает вам спать. Женой с детьми самое то сюда приезжать. Вот. По рыбе, да, вопрос другой, то есть сейчас просто время года такое еще, еще май, рыба еще не активна. Вот мы поймали пять карпиков небольших, и то я даже не всех снимал, то есть покажу в конце ролика. Можешь, конечно, еще что-то клюнуть, мы здесь до обеда посмотрим. Но за трофеем мы все-таки у них поедем на Щучье озеро, на Пятую, на Четвертую Карташиху. Там у них трофейная рыба и крупная рыба. Там мы вам обязательно поснимаем, еще много роликов отсюда выйдет, с чистых прудов. Нравится мне это место, я буду здесь все изучать. Сам водоем тоже интересный. Здесь вот, где мы сейчас находимся на стыке, здесь он такой, Г-образной формы чуть озера идет. Здесь вот глубина есть, там вот мель есть, и все равно на меле там клюет, но там коряжник, там, то есть, если бы мы там стояли все два дня, там был бы другой итог по рыбе. Но там много обрывов, то есть там надо либо на поплавок ходить, либо окна искать. Вот, но тем не менее, третий день здесь отдыхаем, вообще от всех головных болей избавились, все очень у нас здесь хорошо, так что я советую сюда вам приезжать. Прям приезжайте, не жалейте времени, кто из Нижегородской области, это место прям вам понравится. Ну посмотрим, сейчас шашлык еще с вами пожарим, курочку замаринуем, порыбачим дальше. Ребят, к нам пришел человек, вот по поводу кораблика, сейчас все расскажет, объяснит, зовут Сергей, Сергей, привет. Приветствую. В общем, что мы имеем? В наличии у нас есть корабли «Рамфери» с автопилотом, также их можно и без автопилота использовать. В принципе, они надежные и простые в управлении. Сейчас я покажу примерно, как это работает. У него есть стандартный ручной режим, это когда вы полностью ими сами управляете. Вот, джойстиком мы едем, поворачиваем. Это все просто, разберется даже ребенок. То есть это ты сам делаешь, он тут не запоминает точки в этом режиме? Он не запоминает точки в этом режиме. В принципе, ты им сам управляешь. Вперед, задний ход назад. Также есть на этом режиме круиз-контроль другим джойстиком. То есть мы выбираем скорость движения из авоза. То есть мы только поворачиваем. Можно регулировать скорость побыстрее, еще быстрее. И ты только поворачиваешь, куда нужно. Можно, соответственно, одним джойстиком просто. Сколько точек он может запомнить? 2000 точек он запоминает. При наличии 12 спутников. Ну, на данных водоемах он их ищет спокойно. Поэтому проблем тут, в принципе, не может быть. Никаких не возникает. Соответственно, он показывает на пульту наличие спутников, связь. Значит, сколько батарея, насколько заряжена в самом корабле. Что очень важно. Поскольку на корабле стоят литий-полимерные аккумуляторы, их нельзя разряжать ниже 9,5 вольт. Поэтому все наглядно. Вы следите за состоянием батареи. Также за состоянием батареек на самом пульте. Также на них можно ставить глубиномеры. На дальнем корабле он отсутствует, поскольку на наших водоемах, в принципе, с рельефом все понятно. На среднем 2 метра глубина. На среднем 2 метра есть русловая бровка. Поэтому тут это не к чему. В принципе, знающие рыбаки, они уже знают точки фактически. И они просто на них возят, постоянно приезжают. В этом смысле это очень хороший помощник. То есть, один раз выставив координаты, ты их запомнил, соответственно, туда возишь. И твоя рыбалка превращается уже, так скажем, в наслаждение. Но опять же, о чем мы говорили, о комфорте, ребят. То есть, все минимализировали здесь в плане комфорта. Как работает автопилот? Для начала, соответственно, мы ставим домашнюю точку. Она у нас уже выставлена заранее. Но она условно где-то около мостика всегда. Вот, к примеру, здесь. Дальше выбирается точка примерная, куда мы поедем. Мы уже это сделали, соответственно. Корабль носом туда поворачивается. На пульте просто нажимаешь один тумблер, выбираешь точку, которую нужно. Это вот домашняя. Он сейчас на нее приедет, соответственно. Все, приехал. Дальше мы можем... Вот, в первой точке, к примеру, у нас. Дистанция 50 метров. Да, он дистанцию, кстати, показывает. Опять делаем так же. Все, он у нас поехал. Не совсем удачно он у нас поехал, потому что стоял неровно. Сейчас мы не можем так. Ставим тумблер в нужное положение. Выбираем точку. Вот первую у нас в данном случае. И все, стиком. Все, он нас погнал. Погнал на точку. На рабочую точку. Он доезжает до рабочей точки, сбрасывает бункер. Сам сбрасывает. Сам сбрасывает. Если мы одну точку делаем, соответственно, он сбрасывает один бункер. Если у нас там две точки мы везем, то он поочередно сначала один бункер выбрасывает, потом везет вторую оснастку на вторую точку. Там выбрасывает. Какой нюанс? Если вы везете две удочки, то шанс перепутать их, он очень велик. Поэтому я всем советую возить только на точку одну. Потому что особого смысла нет. Кораблик, емкость аккумулятора достаточно большая. На сутки его вообще без проблем хватает. Поэтому тут жадничать не стоит. Можно несколько раз завести. Еще один момент. Всем советую сначала готовить точки. И только потом начинать завозить. И запоминать их. Что это означает? Приехали, удочки еще не разложили. Определились с точками. Поставили домашнюю точку. Наметили себе. Проверили все. Проверили. Все работает. Только потом вы кладете оснастку. И соответственно завозите. В чем еще удобство? У нас хоть есть ночью освещение. Но, так скажем, даже маркер, если ты установишь, ты ночью вряд ли кинешь в точку. Поэтому для ночной рыбалки это идеальный вариант. Соответственно освещение, габариты, все это на корабле присутствует. Вы его всегда будете видеть. А с автопилотом, ну, без проблем он будет возить в точку. А если учитываем мы то, что карповая ловля, это все же в летнее время, по крайней мере, это ночь. Да, это ночная рыбалка. То его необходимость очевидна. Сергей, скажи, пожалуйста, какая цена и надо ли бронировать заранее? Да, бронировать нужно. В наличии они есть, но по броне, соответственно, вы за собой столбите и без проблем. Предоплату какую-то вносите? Нет, без предоплаты. Достаточно того, что у вас арендована уже дом, либо там беседка, либо, соответственно, мостик. И вам ставят просто в комментарии, что вам нужен кораблик. Соответственно, его вам готовят, заряжают, вы приезжаете, берете его. Что важно? Во-первых, как у любого проката, есть штрафы. Штрафы за поломку. Чего это касается? Это касается визуальной части пульта. То есть все тумблеры и так далее должны быть на месте и не сломаны. Осуществляется акт приемки. То есть когда вы принимаете кораблик и когда вы его сдаете. Естественно, берете его чистым, сдаете, соответственно, чистым. Не хотите мыть, пожалуйста, оплачивайте штраф, вам его на мою. Что касается его качества в плане, ломается или нет. Вот эти данные корабли уже год. Проблем с ним не было от слова совсем ни разу. Так технически модулями все меняется. Поэтому ничего страшного нет. Единственное, что нужно знать, это, естественно, под дождиком не оставлять ни пульт, ни корабль. Естественно, с открытым у него есть технологическое отверстие. Куда аккумулятор вставляется. Естественно, там все должно быть закрыто. Ну и на самом деле вещь дорогая и детям это не игрушка. То есть если вы хотите, чтобы у вас дети там поиграли, ну, несколько раз стоит подумать. Потому что вещь дорогая. Это не совсем дорогая. Так, и по цене сколько он получается? Две тысячи сутки он стоит в аренду. Сутки начинаются с момента, когда вы приехали, забрали его. Ну и, соответственно, на следующий день в это же время вы его сдаёте. В основном это получается во время заезда. То есть часик в пять, когда люди приезжают. Но это минимальная сессия для карпа, я считаю, сутки. Поэтому некоторые берут и не на сутки. Если вы берёте, соответственно, не на сутки, вы в конце первых суток приходите, меняете аккумулятор АКБ и батарейки. Без проблем. Рыбалка продолжается дальше. Да, рыбалка продолжается дальше. В принципе, он не один. Поэтому, если какие-то критические моменты случаются, ну, никто не знает, как он, допустим, поломка. Да. Не вопрос, звоните, вам меняет его. Если нет кораблей в наличии, то непонятно, что вам вернут денежные средства. Но вообще у нас четыре корабля, поэтому... Ну, я не помню. Проблемы, да, не было. Ну, были какие-то там проблемы, недопонимания, но они чаще всего связаны с тем, что человек просто не умеет пользоваться. Сейчас администраторы наши распечатают полностью инструкцию бумажную, где все написано. При необходимости мы можем ролики высылать с YouTube, как управляется корабль, что нужно знать по факту. В принципе, по нему все. Никаких проблем с его использованием я не вижу. Большое спасибо. Ребят, так что корабли здесь есть. Кому надо, не обязательно покупать где-то. Они стоят больших денег. Брать у друзей или еще у кого-то. За отдельную плату здесь есть такая доп. функция. Пожалуйста, приезжайте. Администраторы вам все покажут, объяснят, скинут ролик, чтобы рыбалка ваша была еще лучше и комфортнее. Ребят, ну вот так прошла наша рыбалка. Спасибо комплексу, спасибо чистым прудам. Немножечко поймали, ничего страшного. Приедем еще раз, поймаем больше. Рыбалка не всегда бывает удачной. Мы, главное, здесь очень хорошо отдохнули. Приготовили еды. Хорошо посидели. Здесь очень хорошая погода, хороший комплекс, тишина. Всем советую сюда приезжать. Ну, с вами, как всегда, был Лесной Кочевник. Любите природу и рыбайте со вкусом. Всем пока.